МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу «Время говорить». Главная тема сегодня. Дорожные брифинги. Что нового услышали журналисты на пресс-конференциях по вечным проблемам? Гюбилей мастера. 75 лет исполнилось знаменитому рязанскому скульптору Борису Горбунову. Что с Рюминым? Работники службы исполнения наказаний провели проверку по поводу информации о состоянии здоровья бывшего рязанского мэра Валерия Рюмина, который сейчас находится под арестом. А теперь обо всем подробнее. Первый рязанский мэр, разумеется, в отставке, Валерий Рюмин прооперирован в тюремной больнице. Диагноз аппендицит. Об этом на днях сообщили местные информагентства. Затем интернет-издание LifeNews опубликовало известие о том, что, по мнению семьи экс-мэра, 63-летнего Валерия Рюмина попросту избили в камере. И аппендицит здесь ни при чем. Главное управление службы исполнения наказаний по рязанской области, как сообщает LifeNews, пообещало провести тщательную проверку по данному факту. Сегодня представители УФСИН выезжали с проверкой в тюремную больницу. Комментарий из спецбольницы привезла Олеся Харлина. Мы увидели, узнали, что второго он был доставлен, прооперирован. И сейчас лежит нормально. Представитель, удовлетворительный, жалов нет. И человек спокойный. Та же интересная ситуация, когда мы спросили, вы все знаете, по интернету прошлась информация, что там сестра какая-то появилась. К сожалению, как он сказал, у него никакой сестры нет. Я был удивлен очень этому. То есть то, что появилось в интернете, оно вообще не подтверждается? Нет, не подтверждается. И мы специально общественному совету приехали на это посмотреть, и надежды какие-то не оправдались. Напомним, Валерий Рюмин, занимавший пост мэра Рязани с 91 по 94 год, в этом феврале был арестован по обвинению в вымогательстве взятки у одного из высокопоставленных депутатов под угрозой разоблачительных публикаций. К другим темам. Весна заставляет разоблачиться, конечно, в меру, не только юных красавиц. Уходящий снег открывает взору такие ямы на дорогах, что недалеко и до водительского инфаркта. Кроме того, в Рязани, городе в общем-то небольшом, наличествуют все дорожные проблемы мегаполиса. Это отсутствие парковок, это пробки, это те же ямы в асфальте, это газующие по утрам автомобили на детских площадках. Это и автовойны, в которых дорогие любимые сердца машины горят за милую душу. Поджог автомобиля в качестве мести весьма распространенное явление, которое перекочевало из больших городов в провинциальной весе. Так, напомним, в прошлую среду на первом проезде Ломоносова в Рязани сгорели сразу два автомобиля, причем оба, по имеющимся данным, принадлежали одному и тому же хозяину. Очевидцы сообщают, что за полчаса до пожара видели во дворе мужчину, который пытался открыть дверь одного из автомобилей. А в конце минувшей недели из-за места на парковке подрались две автоледи. Дело было в недостойве и закончилось фонарем в прямом и переносном смысле. Одна из развоевавшихся дам ударила другую металлическим фонариком прямо в лицо потерпевшая в больнице. Дорожные вопросы обсуждались на пресс-конференции в областном ГИБДД, говорили о проблемах вечных, а также вновь приобретенных. На пресс-конференции руководитель областного управления ГИБДД Михаил Ясаков коротко рассказал журналистам о ситуации на дорогах Рязанской области за первый квартал этого года. В частности, Ясаков сообщил, что за последние три месяца прирост транспортных средств в нашем регионе составил почти 11 тысяч машин, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а также о том, что в этом году дорожные видеокамеры помогли выявить около 8,5 тысяч нарушений, и поэтому практика их установки будет продолжаться и далее. Не оставил начальник управления без внимания и тему пьянства за рулем. По его словам, в этом квартале аварии, совершенных нетрезвыми водителями, стало на 23% меньше, прокомментировал Ясаков и ситуацию на дороге в поселке Соколовка, где в прошлом году установили платный переезд. Я думаю, что был платный, так и останется. Потому что вложенный день я пределил, это инвесторы вложили, и они должны это в среднем вернуть. Безусловно, будет все платное. Скоро будет все платное. Что же касается положенной по закону бесплатной альтернативной дороги, то здесь Михаил Ясаков дал понять, ждать ее не приходится. Ездил я, сказал главный дорожный инспектор региона, по московским платным шоссе, по воронежским. Нет нигде никакой альтернативы. Вот так. Ничего конкретного про отсутствие альтернативы платной дороги в Соколовке не сказали и на сегодняшней пресс-конференции в Министерстве региональной безопасности. Похоже, мы имеем дело как раз с той ситуацией, когда есть закон, но соблюдать его можно, так сказать, по желанию. Первой темой беседы исполняющего обязанности министра региональной безопасности и контроля Рязанской области Владимира Цыпкова с журналистами стала проблема острой нехватки парковочных мест в областном центре. Решать проблему, по словам чиновника, необходимо, начиная с себя. Еще одно поручение губернатора Олега Ковалева к Министерству региональной безопасности и контроля это проверка дорожных организаций, привлеченных к ремонту рязанских дорог в минувшем году. Тут, по мнению Владимира Цыпкова, к нарушителям необходимо применять жесткие меры, вплоть до уголовного преследования. Также чиновник пообещал выполнить поручение главы области и в отношении мусора вдоль дорог. Главам районов уже выслали предложение об оборудовании по обочинам оживленных трасс, контейнерные площадки для бытовых отходов. Далее журналисты спрашивали о ситуации с первым платным путепроводом между поселками Дашково-Песочня и Соколовка. Дело в том, что альтернативного бесплатного объезда на данном участке дороги попросту нет, а по действующему федеральному закону он должен быть в обязательном порядке. Старый путь через железнодорожные пути демонтирован. Альтернативный, если можно так выразиться, объезд – это крюк в полтора десятка километров, причем по улицам города со всеми светофорами, пробками и так далее. Как гражданин города Рязани я слышал, опять же, средством массовой информации, что всегда должна быть альтернативная дорога. Но если вот такой вопрос поставлен, я думаю, что мы, наверное, он уже стоит перед соответствующими органами, мы готовы подключиться, проверить и посмотреть, почему такого нет. Потому что действительно вопрос, вот его, по-моему, месяц назад запустили платный этот путепровод, а дороги нет. Я думаю, что надо разобраться и буквально в ближайшее время. Венчают сегодняшний выпуск две видеозаметки Оксаны Тебенихиной с цикла «О людях хороших». Сегодня она поздравлялась юбилеем известного, если не сказать, знаменитого рязанского скульптора Бориса Горбунова. Недавно Борису Семеновичу исполнилось 75. Посвящая свою жизнь любимой творческой профессии, скульптор, монументалист Борис Горбунов знал, что путь его будет нелегким. Недавно Борис Семенович отметил 75-летний юбилей. Все работы, которые ты делаешь, это прежде всего свои чувства, состояние души, и все это сказывается. Здесь и такое большое бывает и наслаждение, и большое разочарование, и расстройство, и все, что хотите. В этом году в Рязани появятся еще два произведения Бориса Горбунова. Памятники основателю ВДВ России Василию Маргелову и Надежде Чумаковой, долгое время возглавлявшей Рязанский горосполком. За годы своей деятельности скульптор внес огромный вклад в развитие современного облика нашего города. Но свои работы Борису Семеновичу горько видеть на фоне современных уродливых построек. На площади Победы этот громадный дом сзади стоит. Это вообще верх хамства. Они залезли на территорию памятника, городского памятника, который включал в себя и память погибшим, и победителям, и всем, кто ушел на фронт. С этого места уходили на фронт люди, на этом месте поставлены памятник. Они просто нагло заехали на территорию, почти вплотную. Самой большой гордостью скульптора, безусловно, является продолжение его самого и его дела. Сын Бориса Семеновича, пойдя по стопам отца, во всем ему помогает. Вообще, мужчины династии Горбуновых – люди творческие и одаренные. А ведь понимание в семье действительно самое дорогое сердцу произведение искусства. И еще один известный своим творчеством, а также борьбой с преступностью, человек собирал на днях добрых друзей, поклонников, старший помощник областного прокурора. Дмитрий Плоткин устроил презентацию нового поэтического сборника. Руководитель пресс-службы прокуратуры Рязанской области, кандидат юридических наук, поэт и просто хороший человек Дмитрий Плоткин представил свой очередной, пятый по счету, сборник стихов с лирическим названием «Неземная осень». Презентация книги состоялась в областной типографии. Разный раздел – это и философская лирика, и любовная лирика. Здесь стихи и патриотические, и лирические, и какие-то иронические стихи. В общем, стихи на все случаи жизни. Десять лет и три года – именно столько, по словам Дмитрия Матвеевича, он потратил на написание и публикацию тех работ, которые теперь представлены в книге. Десять лет я писал стихи, которые собраны в этой книге. Некоторые стихи, которые когда-то были написаны, они переделаны, уже звучат по-другому, с учетом осмысления каких-то истин, которые вот тогда оказались такими, а через десять лет они стали другими. Три года эти стихи готовились к изданию, мы готовили оформление. На сегодня все. Хорошей всем трудовой недели. До встречи завтра в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова